11.06 в Кирове, программа «Дневной разворот» в эфире, в студии Светлана Занько. И Анна Пшина. Добрый день. Всем здравствуйте. Мы сегодня два часа работаем, вот так неожиданно. И в первом часе мы будем говорить немножко про коронавирус, а во втором, надеюсь, что не будем всё-таки. Будем говорить о более приземлённых вещах, о том, каким образом бороться с нарушениями в сфере капитального ремонта, как это могут сделать граждане. Представитель прокуратуры будет в нашей студии. Пожалуйста, задавайте вопросы. Я надеюсь, что Евгения Бутко на них ответит. Ну, а гости нашего первого часа — это представители некоммерческого сектора. Ну, во-первых, Наталья Шитько, председатель общественной палаты Кировской области и руководитель регионального ресурсного центра. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Михаил Курашин, координатор регионального ресурсного центра. Добрый день. День добрый. Да, и Инна Валикжанина, директор Центра информационных технологий в обучении и познании. Инна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, всё верно. Я надеюсь, что ты не ошиблась. Да, и мы ещё по телефону будем значительное количество наших НКОшников подключать. Всё почему? Потому что, ну вот мы много говорили про бизнес в последние дни, да, и недели в этой студии, но про некоммерческий сектор мы говорили мало. При этом некоммерческий сектор от происходящего сейчас в экономике страдает не меньше, наверное, чем обычные граждане, да, и, возможно, в чём-то не меньше даже, чем бизнес, потому что возможности зарабатывать деньги нет, возможности пользоваться поддержкой государства, хотя бы той, которую обещают бизнесу, тоже нет, да, а выживать как-то надо. И самое-то главное, что, ну, обычно благополучатели, так называется, те, кто получает помощь от некоммерческих организаций, это в основном такие незащищённые категории, которые как раз сейчас вот в этой нестабильной экономической ситуации первыми и страдают. Да, совершенно верно. Света, включайся. Просто у нас сегодня очень много людей, и нам надо сразу передавать слово нашим гостям. Наталья Ивановна, какой вы видите, как вы оцените ситуацию, пожалуйста, вот какие маркеры сейчас? Давайте я начну сегодня с небольшой статистики, даже с небольшой, вообще со статистики. Так, у нас что-то... Слышите меня? Чуть-чуть, мне кажется, немножко перед собой, чуть-чуть выдвинут, может быть, чуть-чуть, наверное. Слышим, со звуком. Хорошо. Буквально на днях мы получили в ответ на наш запрос от Министерства юстиции следующие данные. На 31 декабря 2019 года в Кировской области зарегистрированы 1539 некоммерческих организаций. Сумма очень такая приличная. Полторы тысячи, даже больше. Организации. Ну, если так коротко, то, конечно, удельный вес это общественные организации, 525, 148 фондов, 150 профессиональных союзов, 160 автономная некоммерческая организация, ну и так далее, и так далее. Там уже небольшое такое количество организаций. За 2019 год добровольно ликвидировались 25 организаций. Добровольно. Конечно, там, те, кто ликвидированы, их гораздо больше, там, по решению суда, Министерства и так далее. То есть, в общем-то, 2019 год был достаточно такой спокойный для некоммерческих организаций. В общем-то, и шли конкурсы самые разные и так далее. То есть, возможности и поддержки были, и если кто хотел ее получить, они ее получали. В этом году, конечно, нас беспокоит эта ситуация с пандемией, с вот этой эпидемиологической ситуацией, потому что, на самом деле, несмотря на то, что наши некоммерческие организации не работают с целью извлечения прибыли, они также нуждаются в поддержке. Причем, мне кажется, они нуждаются в поддержке еще в большей степени, чем даже субъекты малого и среднего бизнеса. Почему? Правильно вы сказали, Анна, что сейчас некоммерческие организации, которые работают социально незащищенными словами населения, как ветераны, инвалиды и так далее, они должны более активно включиться в этот процесс защиты их прав и помощи и так далее. А с другой стороны, они как субъекты налогообложения точно такие же, они действительно вынуждены еще и выживать и думать, как платить зарплату, как бы, да, как платить аренду и так далее. Мне часто, я слышу от чиновников, там, такие, как-то так, скептические мысли, там, ну, что такое НКО? НКО — это в основном организация, которая находится на субсидии государственной, и они не дают прибыли, и поэтому, ну, что там, зачем о них говорить? На самом деле, говорить о них нужно. У нас НКО, которое получает государственные субсидии, крайне мало, их вообще ничтожное количество, в основном все находятся на самообеспечении и самоокупаемости. Поэтому, на мой взгляд, сейчас мы как общественная палата, как ресурсный центр обязаны включиться в этот процесс, и мы это сделали. Первое. Хочу сказать, что общественная палата Российской Федерации, они проводят мониторинг функционирования нашего гражданского, института гражданского общества с самых первых дней. Открыта горячая линия 8 800 737 77 66, и по любым вопросам, поддержке, проблемным вопросам можно обратиться по этой горячей линии. Это федеральная линия? Это федеральная линия, на которую бесплатно можно дозвониться и в том числе из нашего региона. Да, да, да. Второе. Мы как общественная палата запустили опрос, и также вместе с ресурсным центром региональным, в рамках проекта Дома НКО, мы запустили опрос среди наших некоммерческих организаций на предмет, вообще на самом-то деле, нужна ли им поддержка, и какого рода поддержка нужна. Может, это мы просто придумали сами себе, да? Вот. И сейчас вот сегодня Михаил Курашин озвучит итоги этого опроса, поскольку, мне кажется, очень важно по результатам его нам сформулировать как общественникам предложение органам власти по поддержке некоммерческого сектора. Кроме того, еще хочу все-таки сказать, что мы в этой ситуации, как некоммерческий сектор, не должны только рассчитывать на власть, мы должны рассчитывать еще и сами на себя и объединить свои ресурсы. Мы, в общем-то, вот сейчас очень хорошее, как это сказать, хорошее время проверки, кто друг, а кто не друг, и как ты можешь вообще взаимодействовать с другими организациями, потому что сейчас очень важно объединить все ресурсы, которые у нас есть. У кого-то есть помещение, у кого-то есть волонтеры, у кого-то есть там благотворительные средства и так далее, если я имею в виду НКО, работают в одной сфере. Поэтому очень важно еще и понять, что мы с вами можем друг для друга сделать. И мне кажется, вот этот эфир очень важен, почему его инициировали. И спасибо вам большое, что вы поддержали. Мы хотим сегодня как можно больше услышать предложения от наших НКО. Сегодня еще хочу сказать, что у нас общественная палата по инициативе председателя комиссии Невалежанина, председателя комиссии по образованию, науке и молодежи, как раз инициировала проведение вебинаров, серии вебинаров по работе с педагогами, и как организовать дистанционное обучение. И оказывается, потребность вообще колоссальная, количество участников колоссальное. Я не буду отбирать хлеб, именно сегодня об этом расскажет, об этой вот форме работы. Но мы продолжаем это тоже направление, поддержки наших образовательных организаций. Вот сейчас, наверное, хочу... Да, давайте к итогам тогда опроса, которые провели среди наших НКО. Михаил Курашин. Ну, давайте я начну, наверное, в продолжение того, что Наталья говорила. Вот на самом деле сейчас время достаточно показательное того, зачем нужны некоммерческие организации. И мы, как бы, находясь сейчас в ситуации достаточно сложной, в первую очередь социально сложной, да, общественно сложной, потому что люди оказываются, во-первых, изолированы, во-вторых, малоинформированы, в-третьих, выясняется, что не вся и не все попадает на глаза государственной системе социальной поддержки и социального обеспечения. А еще и люди напуганы сейчас. Да, то вот как раз и мы видим, собственно, некоммерческие организации, которые заявляют и выходят и реально в этот период работают. И в этой связи очень приятно отметить, что вот мониторяя ситуации по Кировской области, многие наши общественные организации, некоммерческие организации, они перешли, нашли новый формат и они продолжают работать. То есть они продолжают оказывать различные виды услуги своим целевым группам и инвалидам, и детям, и пожилому населению. И это, собственно, наверное, ответ на вопрос тех скептиков, которые заявляли о том, что некоммерческие организации лишь потребители ресурсов, никакой пользы от них в принципе нет. Именно поэтому вот как раз тема, связанная с поддержкой некоммерческих организаций, эта тема, на мой взгляд, достаточно важна в первую очередь для того, чтобы поддерживать такие организации. Потому что на самом деле мы много говорим о малом, микро, крупном, среднем бизнесе, но забываем, что у нас и некоммерческий сектор по всем своим финансово-управленческим позициям уже давно приравнен к бизнесу, но он нигде не фигурирует в разговорах о мерах поддержки. То есть все, что я слышала, вот честно скажу, из некоммерческого сектора, да, все, что я слышала, это возможные сроки переноса отчетности по президентским грантам, по-моему. Ну, еще меню заявил, переноса сроки отчетности. Ну, именно поэтому мы совместно с общественной палатой запустили данный опрос, он проводился через интернет. Очень хочу поблагодарить тех, кто принял в нем участие. Да, там, это не полторы тысячи тех, кто зарегистрировал у нас, но это достаточно показательно, и мы имеем представление не только по крупному, там, по Кирову, Кирово-Чапецку, но и в том числе по районам области. И, в общем, скажем так, состав тех, кто отвечал на вопросы, представлен следующим образом, что 90%, более 90% это те некоммерческие организации, которые являются, во-первых, юридическими лицами. Во-вторых, это те организации, у которых есть какие-то уже материальные базы, то есть есть постоянные расходы, которые не зависят от того, там, пришел клиент, не пришел клиент, они есть. И, соответственно, их необходимо каким-то образом покрывать. Это организации, которые в большинстве, я здесь соглашусь с Натальей, зарабатывают средства или привлекают средства самостоятельно, то есть бюджетные субсидии из тех, кто отвечал, это всего лишь 3%, все остальные либо работают на платных услугах, либо привлекают благотворительные средства или спонсоров. И 6% это те, кто, вот как раз те общественные объединения, не зарегистрированные, то есть которые не имеют никаких там стабильных источников финансирования, а финансируются от случая к случаю, да, то есть под какие-то мероприятия. И из всего общего количества опрошенных, 34 некоммерческие организации в области, 88% признали о том, что они ощущают на себе финансовые сложности. Соответственно, дальше исследования мы построили по трем этамам. Первое, на чем отражаются финансовые сложности. Во-вторых, какие в связи с этим прогнозируются риски в этих организациях. И третий пункт, это, собственно, какие меры поддержки ожидают, да, или хотели бы увидеть представители некоммерческого сектора от федеральной, региональной и местной власти. И первое, если говорить о том, что же превалирует с точки зрения влияния в нынешней ситуации, то абсолютное большинство, 18% и 18%, это обозначается в том, что упала доходная часть. То есть это сократился объем платных услуг, сократился или уменьшился объем благотворительной помощи. То есть, ну, это вещи достаточно, там, тоже понятные и очевидные, и то, и другое. То есть в режиме самоизоляции и карантина понятно, что люди стали меньше передвигаться и приходить за услугами. И то же самое с благотворительной помощью. То есть сейчас многие благотворители федеральные переходят в формат работы по крупным направлениям. Там, поддержка волонтерства, там, развитие образовательной составляющей. Вот. И поэтому в основном вся благотворительная поддержка направлена туда. Ну и плюс ко всему, то есть финансовые сложности у бизнеса приходят к тому, что падает объем доходов. Настя Скорихина у нас, насколько я понимаю, на связи. А, нет, не Настя Скорихина. Я скажу, кто у нас сейчас. У нас Светлана Брукова, директор частного детского сада, детское СИО сейчас, да? Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Приветствую. Добрый день, да. У нас в студии Михаил Курашин, Наталья Шатькоина-Валикжанина. Мы со Светланой Заньковой. Меня зовут Анна Лапшина. Светлана, скажите, пожалуйста, вот мы как раз сейчас говорим о проблемах, с которыми столкнулись, да, наше НКО. В вашей ситуации у вас вот основное это что? То есть я так понимаю, что направление вашей работы, заточенное на детей, оно вот фактически схлопнулось в тот момент, когда сказано было, что школьники уходят на досрочные каникулы, да? Да. И практически там через неделю где-то после этого вывели все детские сады тоже в такой формат. Ну, конечно, мы тоже не работаем. Единственное, что мы имеем право создать дежурные группы для тех родителей, кто занят на непрерывных производствах. Так. И насколько упал, скажем так, вот тех, ну, объем детей, да, не знаю, не очень хорошее это выражение. С какими сложностями вы столкнулись? Конечно. Сейчас от всего общего списка детей, которые к нам раньше ходили, сейчас 10% присутствуют в детском саду, и это для нас огромная проблема. Мы существуем на взносы родителей. Сейчас, в апрель, практически мы не работаем, и нам очень сложно. А была ли какая-то подушка безопасности? Вот, то есть, я слышу в последнее время много вот этого, да? А почему у вас нет подушки безопасности? Почему вы не подготовились к тому, что что-нибудь в нашей стране случится внезапно? То есть, есть на что рассчитывать, кроме вот родительских пожертвований, вот этих вот, ну, как бы, платы вот этой вот, да, взносов? Родительские взносы и все средства, которые мы ежедневно собираем, ну, мы работаем с колес. То есть, сколько мы заработали, это все идет на обеспечение деятельности нашей организации. И вообще мы не коммерческая организация. То есть, по закону мы прибыль, ну, мы не можем ее выводить и какие-то фонды формировать, да? Прибыль мы можем расходовать на развитие. Собственно говоря, я этим и занималась. То есть, я понимала, что мы занимаемся образованием, это социально ответственный бизнес. Никогда не старалась делать из этого просто бизнес ради зарабатывания денег. То есть, в любом случае, у нас очень сильная социальная ориентация, и нас поддерживает закон о некоммерческих образованиях, организациях. Там предусмотрена различного рода поддержка, но мы ее не получаем. И сейчас, конечно, сравнивать с бизнесом и говорить о том, что у нас должна была быть какая-то подушка, у нас ее даже по закону быть не могло. Светлана, эта деятельность, она как раз относится к тому сектору, который принято называть социальным предпринимательством. С социальным предпринимательством у нас до сих пор не все славно, несмотря на принятый в прошлом году закон, а в полной мере и стабильно социальное предпринимательство не заработало. Это просто нужно сразу сказать. Поэтому вы не можете накапливать подушки безопасности, хранить деньги, увеличивать максимально зарплату и все прочее. Это мы понимаем. Давайте пройдемся по цифрам. Какое количество семей, мы сразу говорим, исходя из количества детей, можем говорить, какое количество семей охвачено вашими услугами? В детском селе на сегодняшний день 200. Это 200 семей практически, да? Из них только 10% сейчас пользуются услугами дежурных групп. Остальные, получается, 180 вынуждены оставлять детей дома и тоже находятся дома. Что говорят родители? Родители сегодня в панике, они не знают, как им быть. Сегодня они хотят пережить вот этот апрель, хотят, чтобы все это поскорее закончилось, и жизнь вошла в свое русло, в свое колео. Правильно я понимаю, что эти... Простите, да? Да. Договаривайте. При этом родители не понимают, почему им нужно продолжать оплачивать апрель, раз они не пользуются услугами детского сада. Мне приходится напоминать им условия договора, мне приходится объяснять, что только на их средства существует организация, и я не могу ее сейчас закрыть, иначе им некуда будет вернуться с их детьми. И что в итоге происходит с оплатой? Некоторые родители все же подают на расторжение договора для того, чтобы не оплачивать. Некоторые обращаются к форс-мажорным обстоятельствам, то, о чем сейчас везде говорят, да? То есть, по сути, они должны, следуя договорам, оплачивать их, но люди закономерно не понимают, почему они, не пользуясь услугами, должны оплачивать, и несмотря на всю любовь к детскому селу, понятное дело, потому что теряет кто-то в зарплатах, сидят дома, тут еще нужно оплачивать услуги, они пытаются находить пути, или расторгают этот договор, или обращаются там, да, куда там, я не знаю, в суд, или что там, как там происходит. Или пытаются договориться. В итоге, в итоге, ваш коллектив, в котором сколько человек? 50 человек. 50 человек коллектив, он должен быть сейчас оплачен, он должен быть на зарплату, на содержание, при этом, нужно ли вам платить арендную плату за помещение и ЖКХ, коммуналку? Да, у нас коммерческая недвижимость в аренде, нам нужно оплачивать аренду, нам нужно оплачивать коммунальные платежи. При этом я хочу сказать, что я очень понимаю моих клиентов, я понимаю, они тоже предприниматели, и у некоторых действительно совершенно прекратился какой-либо доход. И они сейчас думают, в принципе, о выживании семьи, и я понимаю, что они в последнюю очередь, наверное, будут думать про детский сад. И требовать от них какого-то особенного ко мне отношения я не могу. И я хочу пойти им навстречу, договариваюсь с арендодателями о том, чтобы они предоставили мне скидку. Я договорилась с ними, и очень благодарна, что они пошли навстречу. А, Светлана, какую скидку вам сделали? Нам сделали скидку очень хорошую, один арендодатель, у нас их три. Но пока навстречу пошел только один, но я надеюсь, мы продолжаем наш диалог, и я надеюсь, что хотя бы процентов 20 мне предоставят. Потому что мы уже предоставили нашим клиентам скидку, пересчитали, компенсировали апрель скидкой на 5 месяцев, тоже 20%. Светлана, нам надо завершать. Скажите, пожалуйста, вы просчитали уже план А, план Б, план С и так далее. Где у вас критическая точка, когда вы поймете, что со всеми даже скидками и лояльными клиентами, которые останутся, вы в какой-то момент можете схлопнуться? Да, мы ориентируемся на самые, стараемся представить себе самые худшие варианты, пересчитываем финансовый план на 2020 год для того, чтобы все-таки выжить, но это очень сложно. Но все-таки рассчитываю и на осознанность клиентов, и такие есть, и есть клиенты, которые отказались от этой скидки, 20% сказали, что ничего не нужно делать. Да, я прошу прощения, Светлана, нужно прорвать. Где там критическая точка? Какие сроки? Какие сроки уже точно будет все? Мы еще можем до сентября, если все так продлится, каким-то образом умудриться выжить. Но это просто... До сентября можно умудриться выжить, и тогда определили вы для себя вот сейчас, какие бы вам нужны были меры поддержки, чтобы все было хорошо, коллектив сохранился и клиенты? Некоммерческим организациям обязательно нужна компенсация платы за аренду и коммунальные платежи. Все, спасибо. Спасибо. Да, Светлана Бокова, директор частного детского сада «Детское село», была с нами на связи у нас 26 минут, но я думаю, что не пойдем пока на рекламу, да? Подождем. Мы не уходим на рекламу, мы дадим возможность, мы продолжим комментировать также опрос, но сейчас дадим возможность ине Валикжанина прокомментировать, потому что у вас тоже услуги образовательные. Да, добрый день. У нас тоже услуги образовательные, и действительно, учреждения, которые занимаются работой с детьми, они сейчас в сложных ситуациях. Мы, вот Наталья сказала, что сейчас время объединяться, и как-то так получилось, что частные детские организации сейчас пытаются найти совместные выходы. Чат совместный сделали, обсуждают проблемы, и вот эта ситуация позволяет объединяться и, наверное, создает условия для этого. Что же говорят в нашей группе, которую мы сейчас создали, вот такие организации? Конечно же, проблема с арендой, потому что в основном она коммерческая, и вот эти меры поддержки, во-первых, они на кого не распространяются, а только на малый бизнес хотелось бы, хотя хотелось бы, чтобы нас туда тоже включили, потому что меры поддержки нужны. И вопросы по заработной плате, потому что, например, вот тот же детский сад, он сейчас не работает в полном объеме, а сотрудникам нужно платить зарплату. Если государственным садикам зарплата платится, воспитателям или там педагогам, которые они работали, а вот нашим организациям должен вроде бы работодатель. Откуда эти денежки, если сейчас нет поступлений? Вот, поэтому, конечно же, меры поддержки хотя бы в этой части нужны. Может быть, это там вот с той зарплаты, которую оплачивали, есть все данные в налоговых органах, в пенсионном фонде, и какую-то часть там этой зарплаты, может быть, хотя бы даже минимальную оплату труда, но чтобы сотрудники получили за счет, ну, при поддержке государства. По арендной плате, ну, тоже какая-то часть хотя бы компенсировалась. Вот, но еще хотелось бы отметить, что НКО, вы знаете, это те организации, которые очень, наверное, оптимистично смотрят на мир и стараются даже в таких сложных ситуациях находить выходы и поддерживать других людей. Вот, что касается нашего центра образовательного познания, мы, например, уже три недели обучаем дистанционно. То есть вот мы как-то, вот, знаете, чутье помогло увидеть вот эти изменения, и когда еще можно было спокойно передвигаться. Но, тем не менее, Инна, вы говорили, по-моему, в нашем же эфире, что и у вас тоже. Да, да. По-моему, на 40%... Да, мы понимаем эту ситуацию, да, мы понимаем, что вот эта история с родителями не все готовы были, хотя центр вроде бы информационный, да, но, тем не менее, мы это сделали заранее, сейчас другим показываем, как это можно сделать, потому что сейчас часть услуг многие переводят в дистанционный формат, и помощь им нужна. И, опять же, получается, на волонтерских основаниях мы другим показываем, как это можно сделать, чтобы у них тоже была возможность выхода из этого, что мы еще для себя сделали. Вот сейчас есть то время, когда можно направить свои ресурсы на развитие, потому что у педагогов сейчас высвободилось время, и мы сейчас учились в разработку методических материалов, мы сейчас разрабатываем новые проекты и планы, то есть вот как-то вот мы сориентировались. Это вы молодцы, давайте мы проблемы обозначим. Вот, и вот мне-то думается, что, конечно же, поддержка нужна, но НКО вот находит возможности, и многие организации сейчас вот ищут эти возможности, и это, наверное, вот тоже такая помощь самим себе, о чем Наталья говорила, что нужно вот находить эти ресурсы для поддержки других и себя в том числе. Вот, а поддержка, конечно, арендная и зарплата, и об этом многие коллеги говорят. Инна, у меня вопрос все-таки, я бы хотела конкретизировать по аренде и по зарплате. С арендой это вопрос отмены или отсрочки? Конечно, хотелось бы, понимаете, даже если это отсрочка, то потом ее откуда платить? Да, то есть это компенсация части расходов на аренду, пусть не стопроцентная, но хотя бы какая-то часть, вот хотя бы какая-то часть. Да, мы договариваться, нам пытаемся договариваться с теми, у кого арендуем. Нашему центру, например, такая тоже скидка предоставлена, и нам это помогает. Но не у всех сейчас такая ситуация, и не все арендодатели готовы дать скидку оплате. Показаться по аренде в вашем случае может быть только в качестве скидки, или откуда мы ждем эту компенсацию? Нет, нет, от государства поддержки государства. От государства, прервемся на полторы минуты, у нас реклама, и продолжим. Уважаемый разговор о поддержке некоммерческого сектора в нестабильный период, так мы назвали сегодняшнюю тему. Наталья Шитько, председатель общественной палаты Кировской области, руководитель регионального ресурсного центра. У нас в студии Михаил Курашин, координатор регионального ресурсного центра Инна Валикжанина, директор Центра информационных технологий, обучения и познания. Вот мы здесь сейчас обсуждали по поводу аренды. Инна сказала, как и Светлана Бокова, детское село, которое было с нами на связи, что хорошо, когда предоставляется скидка, но приходится самостоятельно договариваться, и нужна компенсация аренды. И мы спрашиваем, от кого? И Инна сказала, от государства. Наталья Шитько в перерыве сказала, что мнение у вас еще более по этому поводу, кардинальные меры должны быть приняты, и компенсация должна быть полной со стороны государства. Михаил Курашин. Михаил Курашин разделяет мнение обоих коллег, потому что на самом деле есть два пути выхода из кризиса. Первый путь – увеличивать доходы, второй – сокращать расходы. И поэтому все предложения, которые были сформулированы самими общественниками, они находятся в этой плоскости. Сокращаем расходы за счет отмены заморозки аренды, за счет бюджетного субсидирования коммунальных расходов, за счет отмены налоговых и прочих отчислений, и федеральных, и региональных. И увеличиваем доходы за счет тоже трех позиций. Первое – это с учетом того, что сейчас отменено слишком много мероприятий, связанных с социальной сферой, которые были запланированы бюджетами всех уровней, то есть появились деньги. Первое – это прямое субсидирование некоммерческих организаций, которые работают в условиях кризиса, то есть в форматах и виртуальных, и волонтеры, и прочие организации. Второе – это проведение грантовых конкурсов, то есть в форме грантов. На местном уровне. На всех уровнях. На всех уровнях. И третье – это предоставление государственных гарантий для беспроцентных кредитов, для получения беспроцентных кредитов некоммерческими организациями. И об этом тоже, кстати, многие говорят. Сейчас у нас на связи Анастасия Скурихина. Анастасия – основатель проекта «Вятка без мусора», руководитель проекта «Экососеди». Настя, добрый день. Добрый, добрый. А ты нас слушала, знаешь, кто в студии, да? Да. Настя, ваша организация, она существует за счет каких средств? Ну, пока за счет фонда приветствий грантов и за счет еще муниципального контракта. Гранты и муниципальный контракт. А пиши, пожалуйста, ситуацию, в которой вы сейчас оказались. Ну, у нас полегче, потому что у нас нет арендованного какого-то имущества. То есть у нас с этой точки зрения полегче. Но с другой стороны, у нас все, вот сейчас идет грантовый проект, все мероприятия завязаны, естественно, на скоплении людей. И у нас сейчас в этом большая просадка. Это, ну, это во-первых. Но с другой стороны, опять же, с третьей, у нас проблема есть. Люди просто не знают про наш проект. То есть мы делаем, у нас есть средства на то, чтобы обучать людей к просвещению, широкие массы людей. Но поскольку мы не с каждого утюга звучим, так скажем, поэтому люди просто не знают. И очень низкий процент вовлечения в проект людей. Настя, гранты, особенно гранты, по-моему, президентские, они предполагают отчетность какую-то. У вас есть понимание, как вы будете отчитываться по грантам? Я так понимаю, что проекты Экососедии как раз на средства гранта реализуются. Есть ли какие-то с той стороны, со стороны грантодателей, уже внятные условия описанные, в котором вы будете следовать? Да, конечно. То есть было письмо от 7 апреля от фонда, что так и так, грантополучатели, вы можете смещать сроки мероприятий, что-то менять, даже бюджет перекидывать с одной стороны на другую, потому что все понимают, что ситуация такая, форс-мажорная. По сути, то, что ты описываешь, все окей. То есть все пошли в отпуск временно. Как только всех выпустят, просто продолжим в том же духе, поскольку есть отсрочка по времени. Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, у нас целевые показатели никто не отменял. То есть у нас будет просто очень мало времени на то, чтобы достигнуть тех же самых показателей, которые мы рассчитывали, условно, на год. Поэтому вот в этом проблема. Мы сейчас уже просаживаемся, даже двигаясь по плану, по временному. А если мы, скажем, заморозим все наши мероприятия на месяц или на два, то достигнуть целевых показателей будет очень сложно. Без какой-то поддержки именно со стороны, скажем, региональных либо муниципальных властей. А какая может быть поддержка в вашем случае со стороны властей? Здесь у нас только одна просьба. Это какое-то широкое освещение широких масс. То есть это, скажем, в СМИ, да, и размещение какого-то своего материала, совместного, может быть, про экососедей в наших оригинальных СМИ. Настя, но у вас, как у организации, исполняющей муниципальный контракт, есть право попасть в категорию непрерывного производства. Вы можете работать постоянно. У нас, согласно нормативной базе, те, кто выполняет муниципальные или государственные контракты, они могут ведь работать, не перерывая производство. Они сегодня не работают. А люди дома сидят. Я имею в виду с точки зрения информационной. А что, да, у вас же есть в гранте раздел на СМИ, разве нет? Нет. То есть мы... Не заложили? Здесь не закладывали какую-то именно платную рекламу. То есть мы рассчитывали на соцсети, на собственную соцсеть, да, которая... Работать соцсетями сейчас самое время. Все сидят дома. А просто рассказывать-то о чем? Ну да, конечно. Тут вопрос только в том, что если говорить про таргетинг, это тоже платная история. А так-то, конечно, пиар-менеджер у нас есть, но вот сколько возможно она делает своими силами. Но тут должен быть такой более широкий охват, конечно. Вот та проблема, которую я вижу, это то, что на старте проекта «Экососеди» мы достаточно тогда вот долго встречались с Настей. Настя приходила как раз, рассказывала про этот проект. Было много желающих. Потом как-то вот количество этих желающих схлынуло, да. Я-то вижу проблему только одну. То есть про проект рассказали, про него все знают. А вот сейчас, пока нет активных действий по проекту, про него все забывают. И потом в то ограниченное время, которое остается, надо не просто провести все мероприятия, надо людей заново на них собрать. Да, да, да. И снова их смотивировать к каким-то действиям. Ну, знаете, 174 заявки, на самом деле, это не так уж и много для нашего города Кирова, где больше 4 тысяч домов. Поэтому мы-то, конечно, ожидали большее число заявок. Потому что из 174, понятно, что 12 осталось. А если бы было, скажем, тысячи заявок, 150, то точно бы было. Понятно. То есть пришлось немножко откатиться и придется набирать снова обороты. Ну, со своей стороны, наша радиостанция приглашает тебя в это воскресенье в эфир, в программу «Открывашка». Мы можем время предоставить. Это первое, да. А второе, я, как руководитель информцентра по атомной энергии, приглашаю тебя в онлайн-интервью, и вся наша аудитория, она будет тоже твоя. После эфира созвонимся. Это то, что я могу сделать, раз все призывают, и я тоже поддерживаю, поддерживать друг друга. Что касается властей в плане информационной поддержки НКО, то эта история даже не только про кризисный период, а вообще глобальная проблемная история. Поскольку социальная реклама лучше бы тратилась не на баннеры, которые под вопросом, как работают, да, а вот на поддержку реально действующих НКО и помогающих нам. Принято. Спасибо. Настя Скурихина была с нами на связи. У нас есть еще задача созвониться с Еленой Макаровой. Это Ассоциация юристов России и Олегом Ткачевым. Надеюсь, что мы успеем это сделать. А пока нам нужно завершить анализ опроса, который представляет Михаил Курашин. Настя Скурихин – это финансовая поддержка, это заморозка аренды, это помощь по оплате коммунальных услуг. И вот то, что у нас проходит второй нити, и Настя сейчас как раз обозначила, это вопросы, связанные с информационной поддержкой. То есть начиная от того, как для людей очень важно понимать, когда же все это закончится, и заканчивая вопросами тех, к кому подключаться для того, чтобы создавать совместные проекты, то есть участвовать совместно. И поэтому вот то, что Настя сейчас озвучила по своей проблеме, я думаю, с точки зрения ресурсного центра мы тоже готовы подключиться для того, чтобы рассказывать об этом проекте. НКО нужен четкий план действий, да, они должны понимать, что их запрос, во-первых, структурированный запрос, вот Михаил как раз прошелся по всем вот этим пунктам, аренда, налоги, ЖКХ, зарплаты, прямое субсидирование, беспроцентные кредиты и гранты, и дальше хорошо бы расписать это там буквально там по времени, по блокам и по объемам, да. Еще хорошо бы ответственных лиц писать в некоторые пункты. Коллеги, сейчас главное, чтобы хотя бы это услышали. Формулировать и хотя бы нас, чтобы услышали, на самом деле, заявить о том, что нам это надо, нам необходима такая поддержка. Чем мы сейчас и занимаемся. Елена Макарова у нас на связи, исполнительный директор Кировского регионального отделения Ассоциации юристов России. Елена, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, да. Елена, я так понимаю, что вы сейчас, Ассоциация юристов, готовы оказывать некоммерческим организациям такую юридическую помощь, да? Ну, по крайней мере, по тем обращениям, которые сейчас у нас имеются в режиме онлайн, в режиме удаленного доступа, мы, конечно, оказываем помощь, консультируем по вопросам, которые к нам в почту, в соцсети летят. Много ли этих обращений, да? И вот, ну, характер можем описать наиболее часто, о чем спрашивают? Ну, в основном, конечно, уточняют нюансы о проверках, как они будут проводиться в условиях карантина, спрашивают о том, какие льготы возможны, да, допустим, при отсрочке кредитования и прочее, прочее. Да, то есть, ну, к сожалению, пока вот этот вопрос еще не урегулирован у нас на законодательном уровне, в полном объеме, да, и каждый день у нас прилетают какие-то новые новости, с которыми приходится в режиме нон-стоп работать и как-то их обрабатывать. Конечно, мы готовы правовую поддержку оказывать, консультировать и давать рекомендации. А я правильно понимаю, что вот есть еще одна большая проблема? Это проблема как раз связанная с грантами и с тем, что, ну, строгие достаточно условия отчетности по ним, да, вроде бы и суммы не везде большие, а нарушение отчетности влечет за собой большие такие серьезные последствия для организации. Да, ну, как сегодня вы уже обсуждали в эфире, я слышала, да, фонд президентских грантов, они идут и относятся с пониманием, идут на уступки и предоставляют возможность сдвига отчетности, да, каких-то послаблений в предоставлении отчетности. Насчет остальных грантодателей, честно говоря, надо рассматривать все индивидуально, и я думаю, ну, сейчас такое время, ни один грантодатель, наверное, не будет настаивать в полной мере. Индивидуальная работа, конечно, должна вестись в том числе, если сам грантодатель, ну, во всеуслышание не заявил о сдвиге отчетов и прочих. Спасибо, Елена. Елена Макарова, исполнительный директор Кировского регионального отделения Ассоциации юристов России. Я прошу прощения, у нас буквально полминуты остается. Так, а коллеги... я думаю, что мы уже не услышим, но давайте мы это четко скажем. Вот по итогам нашего сегодняшнего эфира, ваши вопросы, совещания, работы в чатах и СНКО, будет ли создан некий документ со сводом, там, да, просьб, требований и заявок, и куда он будет послан, кто будет отслеживать? От общественной палаты будут направлены предложения в правительство Кировской области, также в общественную палату Российской Федерации, то есть все предложения, которые мы сейчас с вами озвучили, это действительно уже будет переложено на бумагу. В какие сроки? Ну, коллеги, я думаю, это очень быстро мы сделаем, буквально на этой неделе мы тут все сформулировали. Мы уже сформулировали практический запрос. Если у кого-то еще есть предложения, мы готовы их принимать, электронная почта работает, телефон у нас работает, пожалуйста. Запрос будет опубликован открыто, например, на сайте общественной палаты? Почему нет? Конечно. И еще у меня вопрос, в какие сроки вы ждете ответа на ваш запрос? Нет, ну понятно, все, ну... Ну, мы надеемся, что ответ мы получим так же быстро. Так же быстро. Мы сейчас заканчиваем, мне только в конце последний вопрос. Вот когда все это случилось, ответственные лица в правительство пригласили, а представители НКО сказали, так, ребята, все работают, все штурмит. Нет, 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 нет. Ну, коллеги, на власть надеетесь, сами не плашайте. Есть частные фонды, фонд Потанина сейчас объявил, две масштабные программы помощи для НКО, пожалуйста, включайтесь, участвуйте. Это тоже время для... и возможность поддержать себя в это время. Мы следим за ситуацией. Спасибо нашим гостям. Первый час дневного разворота завершен. Прерываемся на новости, тематические программы и рекламу и продолжим начать до следующего часа.